Люди, всем привет из Сочи! С вами я, Ричард Ставкин. Сегодня 7 января 2021 год. В Сочи плюс 14. Закат, набережная. Вот так вот, Старгород, бывший Тинькофф бар, где Олег Тинькофф тут купил за миллиард участок поставил пивной бар, потом продал. В общем, все свои бизнесы Олег Тинькофф продал. Сегодня просто прогуляемся по набережной. Говорить ничего не буду. Слушайте, что море, звук толпы. Лай собака, крики чаек. Дай мне аккаунт. Я не достаю. Пока. Продолжение следует... Да, кто не в курсе, в Сочи в этом году на Новый год приехало примерно полмиллиона туристов, в общем, даже билетов не было, по-моему, в этот момент. Завтра Лафа заканчивается, завтра начинаются дожди, ну дождик вчера покапал чуть-чуть. Обстановка на пляжах вот такая, видите, как люди сидят. Вот так вот люди. Люди отдыхают, люди, в общем-то, культурно бухают, культурно. Ни одного мента я не видел вот за все праздники. То есть народ расслабляется и, в общем-то, наслаждается. Знаю, что многим людям нравится просто смотреть картинку из Сочи. Есть даже такой канал у нас в Сочи один парень сделал, называется «Каждый день моря», по-моему, что ли, что-то типа этого. И он просто каждый день выходит в эфир, снимает море, говорит, столько-то градусов, такая-то погода. Ну, это он, видимо, откуда-то переехал. Думаю, что его скоро, извините, что скоро его отпустят, и он перестанет снимать «Каждый день моря», потому что оно ему надоест. Существует проект набережной, ее будут реконструировать, видимо. Не знаю, в каком виде она будет, но существует также на бумаге генеральный план развития Сочи до 30-го года, который с 2009-го года никак не утвердят. Ну, вот я бы, например, сделал, что вот у нас есть набережная, да, и понятно, что квадратный метр набережной стоит, ну, просто гигантских денег. Например, вот эти рестораны все, магазины платят бешеную аренду. Раньше они располагались еще и слева. Вот там дальше, ну, кое-какие пахомов убрал, кое-какие владельцам удалось отстоять. Поэтому я бы просто сделал набережную двухъярусную. Например, сделал бы вот второйъярус вот там, да, чтобы люди могли ходить и сверху. И на этом втором ярусе, например, на каких-то колоннах, на металлических, они бы там стояли. Эти колонны держали бы этот второйъярус, а была бы там пешеходная зона с балконами. И с левой и с правой стороны были бы торговые точки, которые бы, например, ну, наверное, с правой стороны, вот с этой стороны были бы торговые точки, а с левой стороны был бы обзор на море. Или, например, с правой стороны кафе, точки общепита, а с левой столики, чтобы можно было сидеть как бы наверху, вот как в Старгороде в пивнике. Почему он пользуется большой популярностью? Потому что люди там сидят как бы на высоте и наслаждаются видом на море. Вот такой вот у меня план архитектурный, конечно, меня никто не спрашивает и вряд ли спросит. Но в Сочи, бывает, проходит общественное слушание по разным поводам. Общественность в Сочи, это такое понятие аморфное, она есть, ее мнение есть, но всем наплевать на это мнение. В Сочи всегда была своя власть. Вот такие у нас, смотрите, печки вот такие газовые, видите, шляпа такая металлическая. Под ней газовая печка, и она отражает тепло в окружающее пространство. Вот все столики заняты Рождеством. Вот поэтому в Сочи наконец-то появился более-менее вразумительный хозяин, новый мэр Алексей Сергеевич, кстати, отчество Капайгородский, у которого три высших образования, военное, тюремное и управленческое, закончил. Вот мы видим сочинство, это Николай, его зовут, вот он так всегда ходит. Это он путешественник, реально был в Африке, в многих странах. Ну, я его сам не знаю, но знаю через знакомых. Он каждый день ходит по городу, вот в таком виде. Таких много людей, по сути, которые не работают, и просто ходят по городу. Я один из них. Ну, на что-то мы живем. Слава Богу, Россия позволяет жить в свое удовольствие, и не работать, и, ну, как-то существовать. Ну, как-то существовать, это мягко сказано. Как сказал один мыслитель, я мыслю, следовательно, я существую. Ну, вот что-то типа этого. То есть, пока мой мозг работает, я существую. Так. Вот мы постепенно подходим к пляжу Маяка, то есть здесь одна из самых чистых водок в Сочи. Не потому что реки тут не впадают, а ручьи не впадают. Вода грязная у нас на ревьере, и в местах падения рек. Вот здесь будет остров насыпан в ближайшие годы. Проект уже утвержден предварительно. И на этом острове будут тоже там семизвездочные отели всякие. Ну, это тоже, это несколько лет, потому что надо где-то брать грунт. Ну, где взять грунт? Они будут долбить дорогу прямую на Краснодар через горы или через Майкоп. Там, по-моему, Майкоп у нас прям вообще рядом здесь. Майкоп очень близко, но надо через горы тут пройти. Пробить несколько туннелей, и дорога с Краснодара будет занимать не 8 часов на автобусе, а часа 4-3. И вот этот грунт, который из туннеля, они могут вынуть, они вот сюда его, на этот остров насыпят. Да, в общем-то, найдут, что насыпать, какую-нибудь гору там сравняют. Зачем в Сочи горы? Они не нужны. Горы... Ну, горы в Сочи непростые, они ведь, это же скала, потом там придется взорвать и долбить. Ну, зачатки в России навала мы в 99-й год прекрасно помним. Ну, вот что можно сказать, что заканчиваются теплые дни. Я хочу сказать, что зимы в Сочи еще не было. По-моему, в декабре было несколько дней, или в ноябре в конце холодных там. Три дня было что-то около плюс 6, потом опять стало плюс 15-20. И вот, наконец-то, по прогнозу погоды, теперь я вижу, что на днях начинается у нас похолодание. Где-то плюс 8, плюс 10. И дожди такие будут периодически. И так будет до февраля. В феврале ждем, как обычно, снег. В начале февраля заморозки. Снег в Сочи бывает один раз в году. И то не каждый год. В 2007 году, по-моему, снег лежал две недели. Но лежал снег, это громко сказано. В Сочи он лежит где-то на горах, потому что Сочи в основном весь на горах. Узкая полоска вдоль берега, она теплая, тут все тает. Потому что море рядом. Море понимает температуру. Температура моря сейчас где-то 12-13. Поэтому и воздух примерно такой же. Но море постепенно остывает. И поэтому в феврале начинается похолодание. Уже серьезные такие. Иногда раньше. Но зато уже в конце февраля мы видим плюс 20. В марте мы видим плюс 25. Но год на год не приходится. Бывает, что апрель очень дождливый. Бывает такой пасмурный, слякотный. Бывает и середина мая такая. Но это редко. Это может быть один год из пяти такое. Слякоти как таковой в Сочи нет. Грязи здесь тоже нет. Чтобы здесь грязь найти, надо где-то по горам, по каким-то селам, извиняюсь, по армянским проехаться. Где-то отъехать от Сочи километров 10. И идти в горы. Там вы увидите грязь. Фестивальный, который был во многих фильмах снят. Художественных. Построен он, по-моему, к Олимпиаде 80. Тут я был на многих концертах. Так, Назарет. Назарет тут приезжал. Именно Назарет сам. Пинг-флойд-шоу. Машина времени. И кого я только тут не видел. Самое позорное, на что я ходил, это Санкт-Петербургский театр. Представлял урок-опер «Иисус Христос Суперзвезда». Спели они хорошо, спели вживую. Но декорации, сценография была ужасная. Просто ужасающая. Они были в каких-то дешевых костюмах из мешковины. Причем все одинаковые. Все в одинаковых костюмах. Как одного героя можно было отличить от другого? Это вопрос к художнику по костюмам. Ну и к режиссеру Пустановскому. Поэтому полное говно. И я еще лишний раз убедился, что, извините, Санкт-Петербург, ну когда-то был культурной столицей. Сейчас уже нет. Такие футболочки тут у нас. Столовая наверху. Вот видите, второй ярус, да? Мы подошли к месту, которое называется Александрийский спуск. Вот идет от фестиваля. Он от фестиваля идет такая амфилада. Ярусы такие, ступенек там, скамейки. Вот с этого места начиналась крепость Александрия. Сочи раньше назывался именно крепость Александрия. Когда-то там, сто с чем-то лет назад, являлся он таким форпостом российской армии, царской тогда, во времена русско-турецкой войны очередной какой-то. Вот во строении Кавказа Сочи тоже играл непосуднюю роль. Когда-то эти земли населяли народы черкеско-базинской группы, по-моему, они называются, черкеско-базинская группа, куда входят адыгейцы, черкесы, абхазцы и другие народы, которые, некоторые из них вымерли, исчезли. Такие, как Абыхи, по-моему, был такой народ Абыхи, которые вымерли. Ну, знаете, вымерли, это громко сказано, потому что они просто ассимилировались, никто их не убивал. Но, ну, про историю Кавказа почитайте сами, не буду вас грузить. Кавказская война была тяжелая, затяжная, и она была не одна. Если кто-то говорит, что это не исконно русские земли, то он будет абсолютно прав. Нужно говорить, что территория Северной Америки это не исконно американская земля, это исконно индейская земля. Ну, знаете, если иметь в виду, что индейцы пришли в Америку из России, и условно можно считать индейцев русскими, поэтому можно сделать вывод, что русские были первыми в Америке, потому что они пришли из России. В общем-то, это разговор ни о чем. Музыка. 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 Во время Олимпиады, во время Чемпионата мира, здесь стоял огромный экран, и я тут смотрел четвертьфинал, четвертьфинал, нет, одна восьмая финала, Россия-Испания. Когда, значит, это забили гол решающий, там, Акинфеев отбил. Что-то творилось, что-то потом в городе творилось. В общем, все ехали, бибикали. Так, выходим на площадь перед морпортом. Вот там у нас памятник Юрию Никулюну, Андрею Миронову, Анатолию Попанову. Фильм «Бриллиантовая рука» снимался в основном в Сочи, частично в Адлере. Некоторые эпизоды снимались в Туапсе. В частности, рыбалка у Черной скалы это по Туапсе. Ну, много эпизодов было именно в Сочи, там, во дворах, в пятиэтажках. Вот мы видим нашу лагуну или Марина, она называется по-научному. Здесь можно поставить яхту и платить, по-моему, сколько-то, не знаю, пять тысяч в месяц или сколько-то там. Многие пытаются в Сочи заниматься бизнесом, связанным с арендой яхт. Это очень хлопотный бизнес, потому что вот эта яхта, по-моему, стоит 30 миллионов рублей, она продается, но никто не покупает. Иногда вот ночью там вот подсветка, она светит голубым огнем, и там рыбки плавают очень красиво. Ну, что-то яхт полно, и в основном это частные яхты, которые просто люди купили, поставили, и платят денежки за то, что они тут стоят. Вот, тут это все тоже к Олимпиаде перекрыли, вот там построили вот этот пирс, который закрывает от больших волн, и яхты себе спокойно стоят, и себе и стоят. Могу сказать, что в Новороссийске или в Геленджике намного дешевле стоят катера и яхты, в несколько раз дешевле, чем в Сочи, вот, но и они там более древние. Поэтому, если хотите купить яхту, то в Сочи дорого. но я вчера нашел яхту, такая маленькая яхта, за миллион двести срочная продажа, нужно купить, в общем-то, и кататься самому, или кого-то катать, но надо иметь блат, связи в Сочи, все через связи, через знакомство. Вот тут в Морвокзале нужно иметь, знать кого-то в Морпорту, чтобы с ним работать, скажем так, в связке, или, как говорил Путин, слиться в экономическом экстазе. Тогда вы будете зарабатывать какую-то денежку, но надо иметь лицензию, нужно нанимать капитана, нанимать матросов, потом яхту нужно обслуживать, ремонтировать, красить, следить за ней, обрабатывать антинарастайкой, потому что нарастают к однищу нарастают всякие ракушки, которые, кстати, завезли, их раньше не было, их завезли тоже на теплоходах каких-то рыболовецких или каких-то из других океанов и морей, раньше их не было, но они тут расселись вот эти вот. А рапаны, кстати, исчезли, потому что их сожрали вот эти вот пришельцы из других морей, вот там тоже вот люди пришли, они плавали на теплоходе на каком-то, на каком-то катере, вот мы видим маленький катерок, вот такой вот, вот такой катерок стоит примерно, можно купить, наверное, за миллион, наверное, можно купить. Вот такой вот катер, например, вот такой теплоходик, да, можно купить где-то в Новороссийске тоже где-то за миллион, наверное, но он древний, он древний, но, знаете, древний не древний, он еще будет ходить и ходить, как говорят моряки. Пешеходы говорят плавать, а моряки говорят ходить. Вот аренда стоит, минимальная аренда стоит 5000 в час какой-то компании 5-6, летом 8 и вперед. И не найдешь свободных яхот, все забито, все занято. Вот мы прошли с вами через сердце такое, самое сердце Сочи. Вот мы видим, как люди приехали с прогулочки, двухъярусная, двухпалубная небольшая яхточка, вот такая вот, там люди вон сидели в начале, на носу, и видите, все без жилетов, это неправильно, потому что у всех должны быть жилеты. Вот в Египте сколько раз я был на каких-то морских прогулках, обязательно всем надевают жилеты, наливают, оговорка по Фреду. И, хотя там вода теплая, а тут холодная. Все, пошла погрузка. Вот стоит очередь. Вот одни только приехали, и тут уже стоят другие. 800 рублей в 45 минут. Подгоняют быстрее, 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 они могут упасть. Ну, там уже наверху, да? Ну, вот такая вот, такая прогулка и яхты. вот такой вот котирок, тут совсем мало людей размещают, он тоже кого-то как-то привет, как успехи? Расслабимся, двигаемся. Ты тут каждый день я тебя редко вижу. Нет, я здесь каждый день ты уже пару лет туда, в этом бизнесе? четвертый год. Алина? Да, здорово. Алина? Так, вот, человек, четвертый год, он продает вот эти туры, и он знает все об этом бизнесе, и он из Самары сам, жена, у него ребенок, он обеспечивает, ему хватает снимать квартиру, они, и все у него хорошо, но я забыл, как его зовут. А так вообще было все хорошо. И вот они посадили там двоих людей и поплыли. На 45 минут полторы тысячи, какой там, я не знаю, какая там рентабельность у этого Феникса, но сколько мы видим? Да, всего два пассажира, и он поехал. То есть он полторы тысячи зарабатывает за 45 минут. Ну, вот сами считайте, рентабельно это или нет, потому что таксист полторы тысячи зарабатывает практически за целый день. А расход топлива тоже там определенно есть, потому что вот они поплыли мотор, бензин, машинное масло. Вот, но он мало стоит, то есть двоих людей взял, он поехал, а вот эти стоят по целому часу, набирают людей. Вот люди сели, и сидят. Никто никуда не спешит, потому что само по себе уже сидеть на яхте это уже кайф. Очень много мелких чая, которые, видимо, еще птенцы. Есть большие, есть маленькие. черные это олуши, которые ныряют в одно месте, вы нырят в другом. Так, Леня мы опять не встретили. Леня где-то тоже продает туры. Туры поднимемся на смотровую. В общем, в Сочи очень много людей передвигается на самокатах. По всему городу эти самокаты бутылки так никто не убрал. С прошлого раза здесь они. Там еще ресторан. На муровокзале тоже есть. Что? Потерялось то? Не потерялось. А че это? Это он. соскучился, да? Полковая собака. Военная? Да. Да, да, да. Пограничный пес Алый. Ну, пора уже бежать. Да, он может стоять на месте. Да, да, да. Да, Да, да. да. Что? Снимите его тоже. Хочет попасть в этом. Видели видео? А вы сами откуда? В Сочи? А, в лес. Ну, уже 10 лет. Тогда снимайте. А так и в Сибири. снимайте. Я вот это читаю. Усказывания некоторых добрых людей, насколько Сочи мощный, именно так они есть. Я готова взять им? И порвать пасть? Нет, и порвать моргало выколоть. Глаз выколоть. Рога поотшибать. Согласен с вами полностью. Слушайте, хай, что мы сейчас не имеем, что мы вас не тянем на аркане, да? Приехали в Сочи хай. И лично я счастлив доволен всем. Не нравится сидите на сверху ран Вот еще один катерок загрузился и поехал. Вот еще катерок стоит. Ну что вам сказать, вот то здание построено к Олимпиаде, там как в Швейцарии туда заходишь, там называется как-то тоже это место. Там будет пешеходный мост на ривьеру. Вот в этом доме меня знакомый купил 10 лет назад, по-моему, по 40 тысяч метров. Сейчас метр тут стоит где-то полмиллиона, один метр. И всему за квартиру давали здесь 30 миллионов два года назад. Сейчас, наверное, квартиру стоит уже 50 миллионов. Ну тут управление милиции, вот тут ресторан какой-то старый город, что ли называется, как-то. Так что вот такое, вот такая атмосфера, толпы людей, просто толпы. Все обнимаются, целуются, все счастливы. Баба! Там гвездо! Там гвездо! Вот я смотрю, как только девушка с внешностью кинозвезды, так обязательно с каким-то чем нужно. Видите какой муж? Толстый жирный пельмень. Вот почему так происходит? Видите, какая попка аккуратненькая. Почему это происходит? Ну потому что природа равновешивает. Если женщина слишком красивая, то муж должен быть наоборот. А дети такие получатся. Ни то ни сё. Ладно, будем заканчивать репортаж на этом. Будем прощаться. С вами был я, Ричард. Что собачка? Все, всем пока, все к сождеством.